Гардеробная. Красивая. Девчонечки, пусть у нас. Я люблю гардеробные. Ой, ну это все. Это у девочек, это прямо... Слушайте, это изначально была детская. Ну правильно, зачем детская, если можно из нее сделать гардеробную? Я тебя поддерживаю. У меня была мечта, чтобы, знаете, висичка к висичке, ну вот, потому что я всю жизнь одевалась как дебил, ну в том плане, что... Любимая фирма Louis Vuitton, я так понимаю, судя по сути. Она, как... Больше всего, наверное, мне пока что идет. Не знаю. Ну красота, все элегантно. Красиво. Но это только твои вещи, правильно? Есть уголочек мужа. Здесь ты вот это все, золото-брульянты. Ну это, так, ребят, это бижутерия. Грабить не надо, сейчас прибегут люди. Посмотрите, это же красиво. Вот так садишься, садишься, здесь раз, у тебя зеркальце, накрать, нахуй вертел здесь все. Вот это зафиксировал. Скорее всего, нахуй вертел больше всего. О, вот это, кстати, офигенные кисточки, у меня тоже такие есть. Это не реклама, кстати, это я искренне говорю. Это не подборовывает? Не-не-не, ничего, не спи еще, не переживай, нет, только золотые часы. У меня нет. Боже мой, а вот это, посмотрите, легкая садомаза. Ну вот куда ты в таких прешься? Мне вот мой стилист в прошлом, Артурик, очень красивый. Вот, кстати, видно, что Артурик, именно человек, именно с именем Артурик. Я была в очень нежном, красивом платье, и вот с этими вот штучками смотрелось красиво на отношениях. Ну вот здесь еще мои висички, а вон там уже начинаются Алантики. Ну, надо сказать, Алантику-то немного выделено. Ну, знаете что, Ксения Анатольевна. От Барского-то плеча-то выделено, понимаешь? Изначально был разговор такой, что это моя гардеробная, у него есть шкаф. Да нет, ну, конечно, когда будет дом, уже мы сделаем побольше гардеробную, чтобы у нас было и мужа, и у меня. Ну, это красота. Я понимаю. Для девочки это прямо вот рай. Сделать квартирку свою. Вот ты говоришь, я вообще не участвовала в политике. Мне это было неинтересно. А теперь просто наблюдаю. Потом я представляю, что Ида Галич пошла на этот шашлык лайф. Ну, допустим, действительно не зная, что это вот такое для кого-то событие перетягивания людей. Нет смысла вам врать. Ну, правда, я бы сказала, что это проебалось. А дальше Ида Галич, проведя его, села в машину, открыла Инстаграм. И начала смотреть. Увидела кусок говна там у себя в подписчиках. Будь ты проклята, гори в аду. Пока все верно.